вы на канале дом и компания с вами ольга сердюк и сегодня я вам покажу что делать если у вас огромная тыква которую вы разделали зимой как ее сохранить а Режу тикло кубиками. Вот такие кубики. По моему рецепту тыквенной каши, на один рецепт, 4-5 порций каши, идёт 400 грамм. Для начала я взвешу 400 грамм тыквы, чтобы увидеть этот объём. И я смогу заготовить тыкву, которая будет у меня уже лежать нужными порциями. Ровно на одну заправку мультиварки на кашу, 430, несущественно. Итак, я отмерила, вижу этот объём. Теперь я беру кулёчек для вакууматора, отмеряю, я думаю, вот в такое количество, в такой размер кулёчка у меня поместится. Отрезаю, беру вакууматор, завариваю краешек. Итак, заварила краешек кулька. Теперь я в него помещаю нашу приготовленную нарезанную тыкву 400 грамм. Кулёчек узенький, я специально взяла такие небольшие кулёчки, чтобы затем использовать именно прям вот до стола из морозилки. И на одну мультиварку сварила кашку. Просто сохранить в контейнере или в целлофановом кульке, ну вы сами знаете, как овощи в морозилке теряют свою влажность, теряют свои питательные качества. Итак, в кулёчек кладём в вакууматор, закрываю и поехали. Вот таким образом, теперь я этот кулёчек помещаю в морозилку и мне всегда сварить кашу, составит буквально, достал, разморозил, кинул в мультиварку, добавил нужные ингредиенты и всё, каша готова. Так, я нарезала сразу несколько кулёчков. Вот их два помещаются сюда. Сейчас я сразу два заварю. Так, вот два кулёчка у меня заварились. Так, заварю сразу третий. Три кулёчка готовы, теперь отмеряем по 400 грамм тыквы. Три кулёчка готовы. вот в таком виде тыква у вас будет прекрасно хранится любое практически время в морозилке советую вам этот способ использовать потому что большую тыкву сразу всегда сложно употребить пользуйтесь вакууматором ребята очень удобная вещь честное слово для любых заготовок хоть мясные хоть овощные хоть фруктовых стоит он копейки а вещь очень удобная пекаем тыкву в духовке просто порезать тыкву разложили на противень я пользуюсь силиконовым ковриком можно бумагу пергамент посыпаем сахар можно намазать медом чуть-чуть буквально чтобы этот сахар у нас вобрал в себя сок расплавился и отправляем в духовку на 180 градусов на 25 минут смотрим консистенцию прям то что доктор прописал посмотрите какая красота какой густой у нас получился джем сейчас я попробую я думаю что это очень должно быть вкусно смотрите на этом все пока пока с вами была Ольга Сердюк до новых встреч